Кравмага – это самооборона на основе израильского рукопашного боя. Первая ситуация, которую мы рассмотрим, это ситуация захвата за волосы, нападения на девушку. Ситуация похожая, которую мы рассмотрим следующей, это когда девушку схватили за волосы. И следующая ситуация, которую мы рассматриваем, это захват типа гильотины. Прихватили, наклонили, опрокинули, ударили несколько раз. И следующая ситуация, снова мы рассмотрим нападение на девушку в двух сходных вариантах. Захват за шею, ее прихватили, придушили. И ситуация похожа. Хулиган хочет познакомиться с девушкой, хватает ее за руку. И ситуация, когда вы кому-то чем-то не понравились, к вам подходят, разворачивают и бьют. Бывает на различных вечеринках. И следующая ситуация, которую мы рассмотрим, ситуация ограбления. Хулиган нацелился на девушку на рюкзак. И что делать в такой ситуации? Следующая ситуация, которую мы рассмотрим чуть более сложная, это нападение и угроза ножом. Но сейчас мы покажем неадекватную реакцию в такую ситуацию. Наш потерпевший прихватывает вооруженную руку, провоцируя нападающего. И ситуация в чем-то похожая. Также угроза ножом только сзади. И такое же неадекватное решение прихватить вооруженную руку. И что делать в такой ситуации? И ситуация чуть более сложная, которую мы рассмотрим, это ситуация группового нападения. И что делать в такой ситуации? Тем более, если один из нападающих с ножом. И последняя ситуация, которую мы рассмотрим на сегодня, это нападение на пару. И мы рассмотрим эти ситуации по отдельности. Первое, нападение с ножом. Он прихватывает вооруженную руку, подтягивает к себе, загибает за спину, бьет рубящую по затылку, проворачивает их. Девушка бьет нападающего в паунт, затем локтем снизу, добавляет еще два локтя, и они убегают вместе. И на сегодня заканчиваем наш экстракт-правмакам. Спасибо большое за вас. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok